Когда критерии льда позволяют, создаются ледовые переправы. Ледовые переправы создаются, когда толщина льда не менее 15 сантиметров. Это, конечно, не урок физики, но какие-то общие знания у восьмиклассников, посетивших базу инспекторов ГИМС, конечно, есть. Температура замерзания воды, толщина льда для безопасного перехода, средства спасения – все это ребята примерно знают. А тем, кто не знает, руководитель Рязанского ГИМСа Андрей Шестопалов, правила поведения на зимних водоемах объясняют буквально на пальцах. Вместе с раздачей специальных памяток. Лед не должен иметь желтых оттенков, должен быть голубовато-синим, либо голубовато-зеленым. Возможно, будут прожилины. Толщина безопасного льда для одного человека – это 7 сантиметров. Для группы – это не менее 15 сантиметров. Если толщина крепкого льда 25-30 сантиметров, это можно организовать уже ледовую переправу для легкой автомобильной техники. От теории к практике. Как и чем спасать провалившегося под лед, бесстрашные инспекторы ГИМС показали на собственном примере. Идет человек, провалился под лед. Как я говорил, сразу же руки выставляет, выставляет в то место, пытается забраться спиной, либо так, смотрите, одну ногу сначала закидывает, второй переворачивается, отходит, и дальше по тому месту, откуда ушел, выходит. Конечно, если есть конец Александрова или спасательный круг, вызволить бедолагу из ледяного плена будет проще, но спецсредств под рукой обычно никогда нет. Зато их можно сделать самостоятельно. Как именно, рассказал один из ветеранов. Придуманное им устройство, своеобразная палочка-выручалочка, очень простое в изготовлении, его можно выточить даже на уроке труда и носить всегда на речку с собой. Ну или сделать по-другому. Легче всего, чтобы ее на станке не вытачивать, купить черенок граблей, вот это как раз от граблей черенок, и разрезать его на пять частей. И вот из одного черенка получается пять таких устройств. Значит, шнур капроновый, обычный, бельевой. Ну, если есть другой, ну, допустим, стропа парашютная может, если это в военных условиях изготавливается. Для заядлых рыбаков у инспекторов ГИМС отдельная инструкция. Сверлить лунки нужно строго на расстоянии двух, а лучше трех метров друг от друга, чтобы в случае чего провал под лед не стал массовой историей.